Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня воспроизводим для вас очередной рецепт из чудесной книги Оконникова 1938 года издания «Колбаса и мясокопчёности». Ну, соответственно, и госты в ней собраны все 1938 года. Если кто-то из новых подписчиков или зрителей не получил еще эту книгу, оставляйте свой e-mail в комментариях, я вам вышлю ссылку на скачивание. Готовим колбасу минскую первого сорта полностью говяжью. Для нас тоже интересный опыт, колбаса вареная копченая, для нас это тоже интересный опыт, по той причине, что полностью говяжью колбасу мы не готовили. Естественно, нам надо засолить мясо. Для этой колбасы нам понадобится 30 частей вот такой вот говядины высшего сорта, то есть без жира, без ничего, именно вырезки. И 70 частей такой вот полужирной говядинки, немножко жирноватой. То есть это как говядина первого сорта, если это высшего сорта, то это первого, может быть, ну вот как-то так. То есть тоже зачистили ее, повырезали отсюда все жилы, остались только жирные прослойки. Я сейчас буду нарезать мясо для засолки. Мясо буду нарезать, засаливать буду в одной емкости, а нарезать мясо буду разными, разные фракции. Эту порежу крупно, а эту мелко, потому что измельчать нам ее потом надо на две разные фракции, на двух решетках. И расскажу о ингредиентах. Для засола колбасы мы немножко отступаем от рецепта 1938 года, потому что в 1938 году солили селитрой. Мы будем засаливать смесью в соотношении 50 на 50 процентов из 12,5 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6 процента. И 12,5 граммов поваренной соли, естественно, на килограмм сырья. Также нам понадобится на следующих этапах сахар, гранулированный чеснок, черный перец и картофельный крахмал. Друзья, и пока я режу мясо, расскажу некоторые свои соображения. Очень часто вы в комментариях пишите, что сделал колбасу по твоему рецепту, она получилась кислая. Я сейчас готовлю видео на тему, почему закисает колбаса, но это видео уже выйдет после нашего приезда из большого путешествия по Средней Азии, в которое мы уезжаем. А пока расскажу о некоторых нюансах. Самый главный нюанс в колбасе, естественно, мясо. И как любое мясо, мясо для колбасы, ну, в смысле, не как любое мясо, как практически для большинства блюд, мясо для колбасы нельзя использовать парное, свежее, только забитого животного. То есть, только забитого животного, свежее мясо, оно очень хорошо подходит для шашлыка. Для колбасы мясо должно быть выдержанное, оно должно созреть. Есть несколько стадий созревания мяса. Я остановлюсь на этом в своем видео о том, почему же закисают колбасы. Сейчас в двух словах, что значит созреть и почему оно должно созреть. В мясе происходят определенные биохимические процессы. Если вы покупаете свежее мясо на рынке сегодня или вчера убитого животного, значит, это мясо вот так вот в кусках положите в холодильник при температуре, до засола, естественно, при температуре от 1 до 3 градусов выдержите не меньше 3 суток. Иначе и колбаса будет невкусная, и риск закисания колбасы очень высок. Я сейчас нарежу все мясо, друзья, и перейдем к засолке. Как я и говорил, говядину высшего сорта порезал мелкими кусочками, для того, чтобы потом перед измельчением удобно было отделять. В принципе, можно в разных емкостях засаливать, если нет желания. Теперь вносим сюда посолочную смесь и тщательно перемешиваем. Ключевое слово тут тщательно, потому что каждый кусочек мяса должен просолиться, получить свою порцию соли. И вот именно из этих соображений я не бухаю туда сразу всю соль, а вношу ее вот таким вот образом. После того, как соль хорошо перемешали и засолили мясо, утрамбовываем его вот таким вот образом, чтобы оно не лежало кучей, а было утрамбовано, чтобы там поменьше воздуха осталось. И отправляем в холодильник. При температуре 4-6 градусов пусть засаливается в течение 24 часов. Можно солить 48 часов, но практика показывает, что 24 часов достаточно, потому что солим мы не в больших кусках. То есть в оригинальном рецепте написано засолка 48 часов. Но дело в том, что на промышленных производствах солят в кусярах мясо по 2 килограмма, по 1,5 килограмма, то есть в больших кусках. Мы солим маленьких, поэтому срок засолки можем уменьшить. За 24 часа вся соль питается в мясо, и оно хорошо просолится. Поэтому, друзья, встретимся на следующий день. На следующий день мясо засолилось. Видите, какое красивое красненькое. Мы его охладили где-то до температуры 1-2 градуса. Приступим к измельчению. Друзья, охладить это принципиальная позиция, то есть надо обязательно охлаждать. И в процессе измельчения, и дальнейшего вымешивания контролируйте температуру фарша, чтобы она не поднялась выше 10 градусов. Пресную говядину, которая у нас высшего сорта, измельчаем на мясорубке с минимальным размером отверстия. В нашем случае это отверстие с диаметром 2 миллиметра. Так как решетка очень мелкая, а фарша очень много, он у нас тоже немножко нагрелся, поэтому отправляем его в морозилку. А в это время займемся измельчением жирной говядины. Жирную говядину измельчаем на мясорубке с решеткой с диаметром отверстия 6-8 миллиметров. То есть должна получиться такая достаточно крупная фракция. Вот такая примерно. После того, как фарш охлажден, его надо тщательно вымесить. Я буду вымешивать фарш с помощью нашего планетарного вот этого миксера. Но так как все количество фарша у меня не помещается в чашу миксера, буду вымешивать его частями. Прежде чем фарш вымешивать, надо в него добавить все специи. Поэтому изначально я специи немножко вымешиваю руками в емкости, а после этого перейду уже частями, буду вымешивать в миксере. Добавляем специи, добавляем муку и все перемешаем это дело. Не муку, а крахмал, я извиняюсь. Сюда у нас крахмал идет. Сейчас я перемешаю руками, чтобы равномерно распределить специи по фаршу, и потом приступим к специи хорошие, потом приступим к вымешиванию в миксере. Теперь перемещаю то количество фарша, с которым, на мой взгляд, справится наш миксер, и приступаю к вымешиванию. Если у вас нет такого планетарного миксера, можно использовать обычный ручной миксер и вымешивать просто в кастрюльке. Но никогда не пренебрегайте этой операцией, от нее зависит качество вашей будущей колбасы. Запускаем процесс и вымешивать будем где-то 4-5 минут до появления в мясе белых волокон. Через 4 минуты, где-то 4-4,5, фарш выглядит вот таким образом. В мясе появились характерные белые волокна, значит, процесс вымешивания можно считать законченным. Переместим теперь фарш в приз для набивки колбас и будем набивать наши колбаски. Далее, друзья, приступим к набивке колбасы. Переместили весь фарш в колбасный шприц. И еще раз напоминаю, температура фарша не должна превышать 10 градусов. Набиваем в коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. Набивать желательно очень плотно и удобнее это делать вдвоем. Вот примерно таким образом. Оставляем с каждой стороны батона, где-то по 3-4 см свободной оболочки. Вот так вот. Для того, чтобы смогли ее потом спокойно завязать, не привязывать себе пальцы. То есть, не жалейте 1 см оболочки, потом обвязывать будет очень сложно. Сейчас набьем все батоны и приступим к вязке. Вот таким вот образом перекручиваем колбасу, как бы уплотняя. Мы вяжем льяной нитью. Но на самом деле особой разницы, чем вязать нет. Просто мне нравится льяная нить, потому что она такой натуральный вид имеет. Вот так вот закручиваем колбасу, чтобы хорошенько ее уплотнить. Тоже такая процедура, удобнее всего ее делать вдвоем. Точно так же, друзья, перевяжем все колбасы. Вот такие вот батончики у нас получаются. Видите, плотненькие, пружинистые, просто суперские. После того, как колбаски навязаны, проводим ревизию на наличие воздуха. Вот у нас воздуха, к сожалению, нигде нету. Но если вдруг где-то попал... Ну как, не к сожалению, к счастью, показать не на чем. Если вдруг где-то попал воздух, берем булавку и прокалываем в этом месте оболочку. Вы увидите, что пузырек воздуха, он сразу же сомкнется. Фарш его выдавит. Вот нету у нас нигде воздуха. Теперь, друзья, далее. Отправляем колбасу на усадку. Я позавязывал петельки. И вот таким образом подвешиваем ее в холодильнике. На сутки при температуре 2-4 градуса. 2-4. Максимум 6 градусов, желательно не больше. Подвешиваем для того, чтобы во время осадки колбаса будет как бы самопрессоваться. И на следующее утро, если мы сделали неплотную набивку, батон опустится вниз, а сверху появится свободное место, которое можно будет подтянуть. Но я завтра покажу, если такое у нас произойдет. А если не произойдет, просто расскажу, как это сделать. Итак, вывешиваем ее в холодильник. Конечно, если нет возможности повесить, остается только уложить в холодильник. Но все-таки желательно колбасу именно подвешивать. Колбаса провела ночь в холодильнике. И вот немножко потемнело, немножко ферментировалось. Смотрите, за час до приготовления мы ее извлекаем из холодильника, чтобы она отеплилась. И вот видите, некоторые колбаски у нас немножко прослабились. Колбаса самоуплотнилась. И здесь получилась пустота. Для того, чтобы получить хороший, качественный, плотный батончик, еще здесь завязываем узелок. Немножко вот так вот подтягиваем и завязываем новый узел. То есть, ну вот так вот прикручиваем. И ниже этого узла завязываем новый. После этого приступим к тепловой обработке. Первый этап тепловой обработки – это обжарка. Разогреваем духовку до 90 градусов по Цельсию. Отправляем туда нашу колбаску. Включаем конвекцию. И обжариваем при такой температуре 20 минут. После этого приступим к второму этапу паровой варки. Для этого нам надо приготовить кипяток. И какую-нибудь емкость плоскую, типа противня или сковороды без ручки, в которую мы сможем налить этот кипяток и поставить на дно духовки. Через 20 минут процесс обжарки закончен. Приступаем ко второму этапу тепловой обработки – процессу паровой варки. Помещаем на дно духовки емкость с водой. Если это противень, важно, чтобы противень именно стоял на дне духовки, а не висел на направляющих. Потому что тогда не будет нормального пароотделения. В один из батонов колбасы помещаем кулинарный щуп. И готовим колбасу при температуре 80 градусов с выключенной конвекцией до достижения внутри батона температуры 68-69 градусов. На всякий случай я включу секундомер и засеку время приготовления. Но на это время лучше не ориентироваться. Потому что, во-первых, разные духовки. Во-вторых, разное количество батонов. Вот у нас большее количество батонов. И я подозреваю, что готовиться они будут дольше. Поэтому лучше всего использовать кулинарный термометр. Или же можно использовать для этих целей, для контроля температуры, обычный щуп для барбекю. Итак, запустили процесс паровой варки и ждем. Через 1 час и 25 минут наша колбаса готова. Температура внутри... Видите, какое количество пара. Вот это вот и есть эффект паровой варки. Температура внутри батончика достигла 68 градусов. Извлекаем батоны из духовки и даем им полностью остыть. После этого приступим к копчению. После того, как колбаса остыла, поместили ее в коптильную камеру. Будем приступать к процессу копчения. Коптить будем при температуре 30-35 градусов в течение 3 часов. Иногда задают вопросы, почему после копчения колбаса становится горькой, с резким запахом дыма. Есть несколько нюансов. Первое. Объем коптильной камеры должен быть адекватный к количеству колбасы. То есть, если вы коптите в маленьком ящичке, тогда не больше 1-2 палочек колбасы. Должен быть достаточный объем. Второе. В коптильне должен обязательно быть дымоход такой своеобразный. Ну, трубка, через которую будет излишний дым выходить. Третье. Не должно быть большой разницы температур. Нагрев должен, если вы остудили колбасу сильно, или она у вас ночь провисела, тем более в холодильнике, тогда ее надо хорошо отеплить. Потому что, если на колбасе выпадет роса, то, соответственно, дым не ляжет ровно. Все смолы, все продукты копчения осядут на поверхности колбасы. И, соответственно, будет давать горечь. То есть, не произойдет качественное прокапчивание, а все именно из-за этой росы, из-за мокрой поверхности колбасы, все останется на поверхности. Ну, вот есть такие нюансы. Специально для тех зрителей, у которых нет коптильни, мы оставили одну колбасу, не будем ее коптить. Она и так полностью готова. Коптим мы для достижения наилучших вкусовых качеств. И будем дегустировать. То есть, сейчас закоптим, будем дегустировать. Разрежем одну копченую, а одну просто у нас будет такая обжарено-вареная. Генератор запущен, камера наполняется дымом. Очень важно, после того, как вы колбасу закоптите, то есть, когда процесс копчения будет закончен, вывесить ее при комнатной температуре и дать ей проветриться и отдохнуть минимум ночь. Не пробуйте колбасу сразу, потому что вкус будет неадекватный. Будет очень сильный вкус копчения. То есть, колбаса должна отдохнуть и отвесеться. На следующий день колбаса отдохнула и можем ее пробовать. Друзья, и для тех, кто не имеет коптильни, мы специально провели эксперимент. Вот эту колбасу мы коптили. Копчение сделали очень нежное, потому что эта колбаса делалась на заказ в основном. Вот эту одну колбаску мы не коптили. То есть, она была обжарена и потом методом паровой варки сварена. И сейчас мы вам покажем, в чем разница. Потому что очень часто спрашивают, а что делать, если у меня нет коптильни? Ну вот вариант, просто не коптить. По виду она только немножко отличается по цвету. Сейчас посмотрим на ее вкусовые характеристики и постараемся определить, какая разница по вкусу. Копченая колбаса. И сразу попадаем на полость. Это лак набивки. Здесь все значительно лучше. Полость никто не видел, я ее спрячу. Ну, на самом деле, вот такие полости, получается, при набивке где-то попал фарш в воздух. Мы его не могли вытравить, ну, выдавить оттуда. И ничего страшного в этих полостях нет. Дело в том, что в промышленных условиях колбаса набивается вакуумными шприцами, и там эти полости исключены. Так как мы делаем домашнюю колбасу, то вот возможны такие нюансы. Но дальше, как видим, срез колбасы идеальный. И колбаса, которая не подвергалась копчению, надеюсь, на полость не попаду, не попал. Значит, сравниваем по цвету. Колбасы практически одинаковые. Практически ничем не отличаются. Это копченая, это не копченая. Сейчас показываю крупный план. Снизу у нас копченая колбаса, сверху не копченая колбаса. Немножко, совсем чуть-чуть отличаются оболочки по цвету. Копченая немного темнее. Ну, и по срезу я бы сказал, что копченая немного темнее. Но я уверен, что и та, и та вкусная. Сейчас будем пробовать. Дорогие друзья, попробуем нашу колбаску. Структура очень хорошая. Мы первый раз делали колбасу... Кстати, смотрите, как шкурочка снимается. Чик, ровненько. Первый раз делали колбасу сугубо говяжью. До этого мы делали всевозможные миксы. Мне очень интересно, какая она на вкус. Здесь тоже шкурочка снимается идеально. Что говорит о том, что все температурные режимы были проведены отлично. Так, с чего же начать? Наверное, начну с некопченой. Нежнейшая колбаса. 100% мясная. То есть, вот вкус хорошего мяса. Ну, не мудрено. Говядина, я думаю, что это колбаса диетическая. Она очень подходит для детей. Если у вас есть школьники на бутерброды, говяжья колбаса это просто потрясающе. Она действительно очень нежная. Я ожидал, что говяжья колбаса будет немножко жестковата. Ну, вот, если бы мне ее дали... Не, но она не копченая. Она реально просто, ну, такая, варьемо жареная. Вкуса копчения совершенно нет. Копченая. Естественно, имеет аромат. В первую очередь аромат. Причем аромат очень классный, очень нежный. Вот, потому что мы недолго ее коптили. Всего лишь 3 часа. Дым идеально лег. Получилось такое нежное, легкое копчение. Ну, и вкус, конечно, более яркий. Более яркий. Это уже настоящая полукопченая или варено-копченая колбаса. Она тоже очень нежная. По консистенции они совершенно не отличаются. По вкусу копченая, они имеют более яркий букет, исключительно за счет копчения. То есть, отвечая на вопросы у частых зрителей, что делать, если у меня нет коптильни. Сыро-копченую колбасу вы, конечно, не сделаете. Но варено-копченую или полукопченую вы приготовите. Ну, она будет более пресная. Ну, во-первых, очень многим людям копченая нельзя. Вот вариант. Пожалуйста, просто варено-жареная. И второе, если нет дома коптильни, смело делайте такую колбасу. Но главное, делайте. Не покупайте сам вот эту вот дрянь из магазинов, которая сделана неизвестно из чего. Друзья, минское говяжье первого сорта по ГОСТу 1938 года. Да, просто потрясающе. С удовольствием представляем вам этот рецепт. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. На все вопросы мы с Ларисой отвечаем. Для нас очень важно, чтобы наше видео увидело как можно больше зрителей, как можно больше людей. Потому что наша цель, наша миссия донести до вас, что готовить колбасу, сыр, хлеб в домашних условиях очень просто. И мы хотим, чтобы вы прекращали покупать всякую дрянь в магазинах, а начинали делать свою классную, суперскую домашнюю колбаску. Поэтому, чем больше людей мы приведем к этому, мы стараемся как можно подробнее показать рецепт. Чтобы у вас не было неудач при приготовлении. Учесть все нюансы, рассказать о всех нюансах. Поэтому делитесь нашим видео. Там есть кнопочка такая, поделиться в ютубе. Нажимайте на эту кнопочку, делитесь со своими друзьями, со своими знакомыми. И каждый человек, который перестанет покупать в эту дрянь в магазине, а начнет делать домашнюю колбаску, для нас с Ларисой это кусочек счастья дополнительный. Поэтому, друзья, традиционно подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим видео. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!